отличается от красного а так как будто бы простая курочка да красавчики взяла 2 так ведро на яйца ведро с вкусняшками это вознаграждение сколько яиц теперь закрываю на ключик потому что коты лезут лапой наступают и открывают я приезжаю а куры гуляют по двору поэтому у меня уже на ключики не сильно размокли не сильно любят они любят еще и гуси хотят они бы не стояли они бы отогнались и кури ели это они не сильно хотят так и этим красавчиком уже знают что такое фифарики они любят уже не боятся еще и малышам буду давать вот курица Это которая здесь сидела Да, понятно Она сюда прорывает все время Идите, идите, нате На, 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 на Давай, кушай, кушай Это та, которая хотела стать квочкой Да, да И она уже не квокчит Ой, уже все, покажи Смотри Вот, сколько прошло дней Надо посмотреть мое видео, когда я показывала Я ее отсаживала Вот, меня три дня не было, три яйца Все, она уже несется Ее можно отпускать уже Все, она уже перефатилась А если бы я ее не отсадила Она бы до сих пор квахтала И под себя подгребала бы яйца И грела бы И яиц мы бы еще не видели То есть мы провоцируем ее на снесение яйца Тем, что мы ее отсадили Все, и она Уже обычная Ставила я им вот эту поилку И видишь, они ее перевернули Но они прыгают на нее сверху Так, ну шо Обжились А это нормально, еще есть водичка Да, есть, но грязная уже И корма есть Ого, полная А с этой кормушки все вы икребли, да? Все, оно все подстилки Посмотрите, видишь, все подстилки Сейчас я покажу Ну вы творите Смотри, вот весь комбикорм Видишь? Да, да Весь комбикорм Вот эта кормушка Первую неделю для цыплят Все Потом она уже не годится Только на неделю Только такая Хорошо Понимаешь? Вот Да, кормушка не годится Поилка 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 не годится Курица и... Это еще, когда еще баба Валя была живая Все, вам еще до бабочка попала Чуть-чуть до бабочка Ой, а вон такая красивая Посмотри Вот эта, посмотри, какая классная Идет как балерина Пойдем за яйцами Так, перед тем, как открыть Я красоту эту уберу Вот этого никуда не денешься Это природа Удобрение на картошку И, кстати, на помидоры Почему у меня такие крупные помидоры? Вот благодаря этому О-о-о Комб раздолбили Смотри, здесь планку я прикрутила Все нормально А здесь планки нет Боже, посмотри, как сильно побили Повыедали Добрались Представляешь, как повыедали? Вот заразы Вот это да И тут задержалась Отчего же она тут задержала Ай, укусила Да, укусила Ты что? Аферист Да, планочка вот эта держит Здесь Да, и здесь более-менее Но хотя вот это А, это отсюда, наверное, катились Значит, надо тут планочки Ну, сейчас будем переделывать Здесь я в двух гнездах прикрутила дополнительную планочку Для того, чтобы яйцо могло только скатиться А курица плечами уже, ну, только вот Чтобы она не могла сюда проникнуть к яйцу Вот, прикрутила И здесь прикрутила планочку И здесь более-менее целые яйца А здесь А там такой планочки нет И получается очень широкое, вот Очень широкое место В которое курица сама может пролезть сюда Спокойно достать яйцо Ну, по крайней мере, голова пролазит Ну, да, да Я бы даже вот здесь еще немножко опустила Сидит кто-то Здесь тоже высоко планочка Сидит курица, о Высоко прикрутила Белорусская сидит здесь Так, тоже Даже она и ест, сидит яйца Ай, красавица Все поела Это ж вот она и есть Аферистка Вот я свежачок скатился Еще не успел их съесть Вот жалко Жалко, конечно, много поели Вот Такого еще не было Да Посмотри, как много съедено И так сильно повыедали Ну, они научились сюда лазить Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть яйца Если раньше только одна так залазила И причем теперь уже распробовали внутренность Выедают А шкарлупку царица не ест Хотя они съедались до плав А, это уже барство пошло А зачем кушать шкарлупку? А зачем шкарлупку, если можно яйцо Рядышком есть еще Целенькое Ну, гадина ты Так Сейчас я вот это все уберу И давай еще посмотрим в нижнем гнезде Там же тоже куры не тут Ой, давай за это неси большое яйцо Что ты натворила И это, смотри, как только собираю яйца Она всегда приходит Одна и та же Это уже третий раз Посмотри Никому не надо Проверка Проверка Вот она всегда приходит, когда я собираю яйца Представляешь? Нет, ты не будешь этого есть Она контролирует Ситуацию И вот, заглядывает тоже Шо, аферистка Бесовестная Большое, что было яйцо Да За все яйца, которые съели И тут сидит курица Я не видела Ага А тут тебе А, вот это тебя Да, клюнуло Вот видишь, я здесь досточку Видишь? Досточку вот здесь приклею Да, вижу Я боюсь показать И она закрыла Вот тут досточка Да, клюнет эту досточку Так, давай нижнее гнездо посмотри Давай, неси Хорошее яичко Так, внизу еще Еще тут посмотрим, что у нас Ну, вот одна гурица только снеслась Вот если бы они сюда все неслись И не надо было бы ничего соображать И никто бы не съел яйцо Да Знаешь, отсюда уже не достать никак Ну Что ни день, то праздник Шо ты смотришь, пилотка? Так, сразу, значит, планочки Прямо сейчас Потому что вот она сейчас снесет И сразу будет Да, она ждет его съесть Да, значит, сейчас надо планочку Ой-ой Это прорывается туда и все Это с цыплятом А, да, это все дело Она уже не кровчик Она нормальная Угу Ну что, ты молодец Забираю твои красоты Опа Вот такие Классные Классные, да Видишь? Молодец, Петя У тебя на перевоспитании Все квочки Ты у меня молодец Это, кстати, еще и благодаря ему Он, как бы, курица рассказывает Что, блин, хватит, давай яйца Хороший метод С петушком отсадить Да Ну он необязательный Но так получилось Что он меня с петушком Да Ну, как сидят Ждут Не всегда так сидят А бывает Ну, вышла Или это другая Другая Ой, тут уже целая куча сидит Обязательно туда надо лезть Внизу вы не видите, что есть Мозда, да Да не нервничай Во всех сидят И тут вот курочка сидит И здесь сидят И тут сидит А эту хочу проконтролировать Чтоб не съела Угу И тут сидит матрешка Все заняты Аншлаг И ты тоже хочешь На голову залазить, да Вот еще одна подходит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, эй, эй, не выгоняй, ну, выгоняет теперь, ну, ты посмотри, какая ты вредная. Ну, бредная какая, ну, ты зачем выгоняйся? Пополняю запасы бункерной кормушки. Здесь у меня дробленая кукуруза, пшеница целая, акцентирую на том, что она целая. Цыпленку, которому уже три месяца, он спокойно, зачем ее дробить и создавать лишнюю пыль. Смесь для кур не должна быть пыльная, это очень опасно, потом куры чихают, забивается нос. Поэтому, чем можно мельче, меньше дробить. Кукурузу понятно, целую кукурузину, это понятно, что нужно подробить. А пшеница уже достаточно такого размера, чтобы эта курица скушала, цыпленок скушал. Вот, и добавляю еще комбикорма, продолжаю еще добавлять, чуть-чуть комбикорма подмешивать. И вот таким образом я постепенно приучаю их к зерносмеси. Мне сразу стрессую, убрала комбикорм, дала пшеницу, кукурузу. Постепенно, каждый себе выбирает то, что по вкусу, что ему нравится. А сколько сейчас этим цыплятам? Этим цыплятам 15 августа будет 3 месяца. Им еще нет 3 месяцев. Самая грамотная. Вот, посмотри на этого цыпленка. Это же никто не скажет, что ему 3 месяца. Это уже готово. Это же полноценная курица. Это петушок, наверное. Петушок полноценный. Ну, я имею в виду, что взрослые куры такого размера. Да, уже можно в суп. А ему еще 3 месяца нет. Красивый какой. Какой суп. Красавчик. 15 августа будет 3 месяца. Да? Ты такой большой уже. И вот такую зерносмесь я им делаю. Дробленая кукуруза, целая пшеница и комбикорм. И насыпаю. Все. Все. Еда у них вот так постепенно подсыпается по мере съедения. И здесь у меня внутри тоже стоят 2 бомберные кормушки. Почему я их ставлю еще внутри? Бывают дожди, идет ливень. А на выгуле у меня курица кормушка стоит. А почему во время ливня и дождя цыпленок не должен кушать? Он должен кушать. Вот. И он даже кушает вечером. Свет горит всегда. С утками. Это у меня экономка, лампочка. И у меня цыпленок может и ночью покушать, и поздно вечером, и рано утром. У него вот так вот подсыпается корм. Все. И у него есть всегда и в помещении корм. В помещении для того, чтобы он мог и ночью, и вечером, и утром рано покушать. И когда изменения погодные. Когда сильный ливень, дождь, куры не выходят. Как они могут дойти до кормушки? Могут, конечно, когда будут сильно голодные. Они пойдут под дождем и поедят. Я тоже этот случай учитываю. Во время сильного дождя. А тут у меня стоят две кормушки. Они подошли себе, поели и спят. Но присвечивают обычно зимой и осенью, да? Я не поддельно придерживаюсь, как обычно. Кто-то как делает. Я делаю так, как я делаю. Я считаю, что свет должен гореть всегда. И днем, и ночью. И днем, и ночью. Тогда у меня растет цыпленок. Я просто делаю выводы по своему опыту. Я вижу результат. И я своим опытом делюсь с вами. Я показываю, как я лично это все делаю. Хотя многие считают, светить сутками не надо. Потому что как же им надо курочке отдыхать. Ничего страшного. Отдохнет. Зачем мы ее держим и содержим эту курицу? Для чего? Для того, чтобы получить результат. Какая лебоя курица. Петушок лебедный. Петушок лебедный, да. И таких четыре. Только один темнее, один светлее. Один светлее. Или три. Интересная отцветка. Классные. И обычные. Растут не по дням, а по часам. Очень быстро растут. Очень быстро растут. Видишь. Чего ты меня долбишь? Так интересно. Есть уже такие, чтобы зарастали в глаза. Опять будешь стричь? Да. Можно подстричь парочку. Сколько яйца ела? И тут тоже я ставлю в помещение обязательно бункерную кормушку. И кормушку на улице. То же самое я здесь, учитывая погодные условия. И то же самое ночью и вечером. На улице темно. Курица не выйдет покушать, когда она захочет. А я хочу, чтобы она у меня ела всегда. Вот. И в помещении она может слезть на сеста вечером и покушать. А на улице темно, она бы не нашла еды. Целая куча съедала. Ага, вот уже два есть. Угу, забираем. Ой, тепленькие. Класс. Вот здесь вот я хочу постелить линолеум. Чтобы вот такого не было. Потому что... Ну, сейчас его протереть невозможно. Ну, я почищу сейчас. Но мокрость, вот эта влага все равно останется. Поэтому я хочу здесь сейчас постелить линолеум. А ну, посмотри. Сидеть там. Две сидят. Они уже пересели. Друг друга прогнали. Тут нету. Вот и снеслись два. Как раз две ячейки пустые. Два и речка. Эти еще сидят. Да. Такая щеточка у меня есть. И вот так вот я чищу. Я щеткой провожу. Никуда не девается. Поэтому здесь линолеум будет как раз то, что надо. Вот так. Не продумали. Этот момент нужно было бы продумать сразу. Хотя... Ну, мы же все как бы не придумаешь. Мы же не конструкторы. Мы нигде не подсматривали ничего. Мы сами все приходим. Это наше изобретение. Додумываемся сами. То есть, если курица однажды попробует шкарлупку, то она начнет есть яйца. Значит, надо лучше их вынести. Поэтому я эти все шкарлупки буду выносить отсюда. Меня спрашивали по поводу ракушки. Давать ли цыплятам ракушку? Я считаю, это мое мнение, что ракушку цыплятам обязательно нужно давать. Вот такую вот мелкую фракцию. С какого возраста? Вот с трех месяцев я начну уже давать своим цыплятам ракушку. Во-первых, это стимулирует к образованию яйца. То есть, вы от этих цыплят получите быстрее яйцо. А во-вторых, вот эта фракция мелкой ракушки, вот такая вот. Вот я, допустим, своим цыплятам вот отсюда возьму вот такую мелкую ракушку и буду им уже давать. Можно и крупную. В желудке будет лучше перетираться. Это будет как жернова. Оно будет быстрее перетираться. Зерно, пшеница и кукуруза. И оно будет лучше усваиваться. У вас цыпленок будет быстрее расти. Из-за вот этой вот ракушки, как ни странно. А маленькому? А таким маленьким месяц-два, нет, им не нужно. Но можно давать, если отстают в росте. Если отстают в росте, то нужно дать. И в месяц, и в два. Вот такую вот фракцию поставить ракушки нужно. Если отстают в росте цыплята. А вот этим трехмесячным цыплятам я уже ракушку буду ставить. Но им уже надо. Но им без ракушки хорошо развиты. Для того ж, потому что я хочу яйцо от них пораньше получить. Все, у них уже идет закладка яйценоскости капитальная. У них уже там внутри формируется яичко. И вот мне нужно сейчас это стимулировать. И ракушкой, в том числе не только ракушкой, но в том числе и ракушкой, я стимулирую раннюю яйценоскость. Поэтому в одной из кормушек, вот одна у меня стоит бункерная с зерносмесью, с комбикормом, а вторая будет кормовая ракушка. Я прямо сейчас это сделаю. А, у тебя будет один бункер для... Да, у меня это специально, я так все продумала заранее. Просто пока что мне не нужно было кормовую ракушку насыпать. Поэтому я использовала их обе под зерносмесь. А теперь вот так вот. Здесь будет кормовая ракушка. На канале есть видео, как изготовить такую бункерную кормушку. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Куда ты пошла? Куда ты идешь уже? Ага, на выход. Так я могу вот так сделать. Да, просто поменять. А это слишком маленькая будет. А, ну не важно, для ракушек. Это разница, это ракушка. Да, да, да. Все, а сюда я курочкам насыплю крупную ракушку. А эти меленькая пока. Для начала пойдет. Сейчас будет пробовать. Идите, вкусняки. Да. Вот такая у меня ракушка. Ракушка может быть любой откосовки, любого производителя. Это неважно. У нас такая ракушка. Вот. Приятного аппетита. Добавка. Да. И от ракушки тверже будет яйцо. Шкарлупа тверже. Чем тверже шкарлупа, тем, естественно, сохраннее будет ракушка. Может, вторую сразу не насыпать? Чего? Хоть едят. Она как раз здесь подсохнет и будет сыпучая. Она, видишь, влажная. Угу. Она влажная. Это не страшно. Вот так я первую порцию, потому что она влажная. А, а, там куры себе уже ее будут выклевывать. Все, как раз отлично. У меня получилось, что цыпля там пошла мелкая фракция. А сюда пошла крупная фракция. Вот уже там танцы какие-то пошли. Может, что-то есть. С губнами. Две заверлись. О, две все-таки. Как они перемещаются часто? Туда-сюда. А внизу не видят я эти сборника. Они у вас. А, ну-ка, ну-ка. Нету тут. Ага, нет. Ты еще кусаешься? Я тебе сейчас покусаюсь. Так. Да, есть уже яичко. Вот надо его забрать. Вот этих, которые достают. Вот я и забил. Ой, тепленькая. Ну что, эти достают яйца. Сейчас мы планочку прибьем. Не увидите. Хорошая яйца. Хорошая яйца. О, так она уже успела его коцнуть. Ну, кошмар. Срочно надо планочку прицепить. Буквально на глазах я тут стояла. Ой, вот вредные вы. Вот вредные. Уже яичко испортили. Значит, надо от вас прятать, чтобы не достали. Вот жалко. Тепленькая. Ну, какая крупная малина. Класс. Много. Крупная какая малина. Четыре штуки на ладошке. Классная. И тут ее полно малины. Это все малина. Сейчас надо собрать. На одной веточке очень много. Наверное. Значит, девочка. А ну, сделка породная. Вот это с белоруской. Да, с белоруской девочка написала. Если сидят на кормушке, сделайте им на кеске. Точно, я не догадалась, что можно поставить. Да, на улице можно сделать. Молодец. Девочка, да, девочка комментатора написала. В комментариях подписчица написала, что если они хотят где-то сидеть наверху, сделайте им на сестры на улице. Красавица ты, да? Смешная какая ты. Класс. Они заглядывают, думают, что там корм. красота какой большой класс и вот красота арбузики какие и вот арбузик и вон еще лежат класс а вот совершенно другой сорт арбузика классный желтый помидор а желтый арбуз отличается от красного вот такие у него темно-зеленые полосы как тучи на небе и на темном фоне зигзаги как тучки вот такие а здесь вот такое как ну как будто штрихи такие неровные вот это будет розовый ну красный красный это желтый это желтый это красный это красный обычный по названиям здесь а у продюсер этот этот оранж кинг сорт f1 этот ромерия ромерия f1 это все гибриды желтенький очень даже интересует очень вкусный и 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 не ка постоянно стоят рядом мышь больно стоит клюет меня ты зачем клюешься, а? а этот сзади клюет меня лохматун лохматун ты